О том, что случилось в Нью-Йорке на вокзале Port Authority накануне, сегодня напоминают лишь усильные полицейские патрули. Оживленный район Тайм-Сквер вернулся к привычной суетливой жизни. Транспортное управление города полностью восстановило работу станции метро на 42-й улице. От слабого взрыва, как известно, несколько человек получили лишь легкие ранения и несерьезно пострадала подземная станция. В Нью-Йорк, похоже, взрыв куда сильнее потряс морально. Взрыв в переходе метрополитена под зданием крупнейшего автовокзала Нью-Йорка. Это то, чего так опасались власти и, разумеется, сами жители мегаполиса. Три недели остается до новогодних торжеств, когда в центре города на Тайм-Сквер соберутся около миллиона человек отмечать этот праздник. Меры безопасности в Нью-Йорке, разумеется, будут повышены многократно. Ну а количество полицейских патрулей на вокзалах и в аэропортах будет удвоено. Американская пресса отмечает, тем не менее, то, как быстро и слаженно сработали полицейские и городские службы. Транспортный коллапс в центре Манхэттена продлился 4 часа. И город сравнительно быстро вернулся к привычному ритму жизни. Туристов и гостей мегаполиса инцидент шокировал, но, похоже, не удивил. Сумасшедших везде полно. Нью-Йорк – большой город, здесь много людей. Подобные вещи случаются в наше время особенно. Здесь обычно все довольно спокойно, и здесь чувствуешь себя безопасно. Как правило, все работает четко и по расписанию. Поэтому, признаться, немного странно, что теперь все не так, как было прежде. Я вовсе не напугана. Власти держат ситуацию под контролем. Я думаю, что они делают все возможное, и поэтому после 11 сентября, по большому счету, крупных терактов не было. В Бруклинском районе Кинсингтон, где обосновалась бангладешская община Нью-Йорка, новость о земляке-террористе всех задела заживое. Для посетителей местных ресторанчиков и кафе это, разумеется, тема номер один. Теракт на Матхайта не осуждают, призывают власти разобраться в том, что именно произошло, и опасаются, что к общине в США теперь могут относиться предвзято. Все очень сожалеют об этом. Правительство Бангладеш, народ Бангладеш. Все мы сожалеем о случившемся. Мы поверить не можем, что это произошло, что это мог сделать парень из Бангладеш. Мы решительно осуждаем подобное насилие. Мы хотим, чтобы американские власти провели тщательное расследование и выяснили, что на самом деле произошло. Мы не хотим, чтобы американский народ винил в случившемся бангладешский народ. И мы хотим, чтобы тот, кто это сделал, предстал перед правосудием. И если нужна помощь общины в чем-либо, мы готовы помочь. Наша община – это трудолюбивые мирные люди. Мы приехали сюда, чтобы жить достойно. Да благословит Бог Америку. Лидеры Бангладешской общины Нью-Йорка собираются в ближайшее время сделать официальное обращение к американскому народу, публично осудить терроризм и любое насилие, а также выразить готовность помочь соследованиям властям. Это называют здесь своим гражданским долгом. Евгений Маслов, Максим Авлошенко, Майкл Экклс. Настоящее время. Нью-Йорк.